Громом среди ясного неба прозвучало для Дмитрия Серова известие о том, что его дача на Кленовой улице Орлова-Оврага потребовалась государству. Мужчина собирался все лето провести на участке, но теперь торопится в город, чтобы приватизировать землю, которую еще в 60-х получил его дед. Иначе рискует остаться без компенсации. Я даже не притянил, сколько этот участок у меня стоит. От 350 до 50. Либо такой же участок где-то в другом месте. Эксперты сомневаются, что дачникам предложат равноценные наделы в черте города. Скорее стоит рассчитывать на выкуп. Сам механизм применения такой нормы, он не до конца, видимо, был практически использован в регионе. И у нас, к сожалению, пока подобных случаев было немного по поводу выкупа и выплаты компенсации при изъятии собственности вот как раз для общественных нужд. Под снос помимо десятков дачных участков пойдут Зубчининовское кладбище, несколько стационарных торговых точек, гаражные массивы, часть рынка в 15-м микрорайоне. Улица Мирная. Наверное, один из самых проблемных для изъятия районов. Десятки организаций, арендующих офисы, несколько автосалонов, строительная корпорация, одноименный банк. В пресс-службе компании, кстати, нам сообщили, что знают о грядущих изменениях. Земля находится в собственности. Здесь уже обратились за уточнением границ участка, который подлежит изъятию. После чего здесь займутся его оценкой. Только это здание, скорее всего, стоит больше, чем выделено областным бюджетом на начало работ по изъятию земель. До конца года 50 миллионов. А строительство магистрали должно стартовать уже в третьем квартале. В 63-м регионе широко развит институт независимых оценщиков. И собственники уже сейчас вправе самостоятельно выяснить рыночную стоимость объекта, чтобы получить достаточную, на свой взгляд, сумму. Можно обратиться в суд, предоставив альтернативную оценку. В случае большой разницы несогласия, то тогда суд будет назначать оценку в рамках судебной экспертизы. В списке на изъятие значится 633 участка. На кадастровом учете стоит лишь половина. У собственников осталось 58 дней, чтобы заявить свои права. Тем временем тендер на выполнение работ по регистрации прав собственности Минтрансам уже объявлен. За 30 миллионов подрядчики должны не только передать участки в госсобственность и оценить 657 объектов недвижимости, но и обязаны представлять интересы Самарской области в судебных процессах. А их власти планируют около сотни. В Минтрансе сообщили, что конкурс завершится 9 июня. После этого начнется работа по оценке, по результатам которой определится необходимый размер ассигнований на выкуп земель.